Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Втрезаконие», глава 9. И в этой книге мы найдем гневное осуждение Богом и Моисеем своего народа Израиля. Потому что, как выясняется, Израиль – это и есть народ, любимый Богом, народ единственный для Бога в своем роде, народ сбранный, но при всем при этом у него дурной характер. И вот эти провалы в характере поведения Израиля, они подробно рассматриваются, описываются в этой 9 главе. Итак, начнем читать и комментировать глава 9 стих 1. «Слушай, Израиль, слушай, Израиль». Ну вот, это есть проповедь Моисея на горе, находящейся при входе в землю обетованную. За Иорданом собрался народ, Израиль и Моисей рассказывают народу. Самое важное, что нужно помнить, входя в Ханаан, завоевывая его, эту землю, обещанную Богом, еще прадцем, Аврааму, Исааку, Якову и так далее. «Слушай, Израиль», это призыв, это призыв собраться, быть всем во внимание и очень важные слова, касающиеся вашего настоящего и вашего будущего, услышать. «Ныне вы переходите Иордан, чтобы владеть землею народов, которые многочисленнее и сильнее вас, большими укрепленными городами, высокими до небес, землею большого и рослого народа Анакимов. Вы о них знаете, ведь вы слыхали, как люди говорят, кто выстоит против Анакимов». Ну вот, говорит Моисей здесь о том, что территория, которую нужно завоевать, она сложна для завоевания, потому что там живут люди, которых больше, чем евреев, которые цивилизованные, которые культурно более развиты, у них есть города, у них есть укрепленные стены. И сами они, видите, Анакимы, такая даже была поговорка, что кто может с ними сражаться, кто может перед ними выстоять, потому что они могучие люди, высокие, атлетично сложенные, мужественные, доблестные и так далее, с ними тяжело воевать. И однажды все эти рассуждения, те же самые рассуждения и про города, которые были опоясаны укреплениями, стенами, эти стены высокие и про местных жителей, однажды все эти рассуждения вызвали страх при входе в Ханаан с юга запада у города Кадиш-Барне. И был страх у Кадиш-Барне, как об этом нам книг о второзаконии и рассказывают. Люди испугались, и уныние, и какая-то грусть, и страх охватил их сердца. После этого начинаются 40-летние странствования Израиля по пустыне. И вот то же самое здесь, те же самые рассуждения. Но, как мы находимся здесь, в этой главе, нет, не описывается то, что страх охватывает сердца людей, потому что какие-то очень важные уроки, урок того, что Бог полководец Израиля, Бог-завоеватель, который сохраняет свой народ от неприятностей, от опасности, от голода, от жажды. Это все, видимо, усвоили те, кто прошел через Синайскую пустыню и пришли к реке Иордан, чтобы перейти ее и начать завоевание Ханаана. «Осознайте же ныне, что это Господь, ваш Бог, впереди вас идет, как огонь испепеляющий. Это Он уничтожит их, дарует вам победу над ними, и вы захватите их землю. Быстро истребите их, как и обещал вам Господь». Описывается Бог немножко нам непонятным таким вот образом, огонь попаляющий, огонь испепеляющий, огонь вызывающий пожар или бедствие. Но сравнение Бога с огнем – это очень частый образ, когда мы читаем о Боге в Ветхом Завете. С чем еще можно его сравнить? Ну да, вот с каким-то ураганом, с грозой, каким-то трясением земли, а еще с огнем. И с огнем очень часто Бог сравнивается. Бог как огонь, нельзя его захватить, поработить, нельзя им манипулировать, как нельзя манипулировать огнем, пламенем или пожарищем. Но вот тут описывается то, что это огонь, вставший на вашу сторону. Это та сила, которая воюет на вашей стороне. И в этом отношении поэтому бояться не стоит. Когда Господь, ваш Бог, прогонит их, не говорите себе за нашу праведность. Господь привел нас сюда, чтобы мы овладели этой страной. Нет, вот видите, рассуждения понятные, что это мы такие хорошие, такие привлекательные, что Бог нас полюбил и ради нас всех тут разогнал. Нет, не только из-за этого, скажем так. Из-за злодеяний этих народов Господь отдает вам их землю. Есть отдельная история, к сожалению, она отсутствует в Ветхом Завете. История каждого из этих народов. Хетты, Амареи, Муав, Эдом, Амон, Ивусеи. А что было у них в отношениях с Богом? Как они помнили какие-то базовые понятия для каждого человека, понятные и естественные, такие как гостеприимство, такие как умение прощать, милосердие и так далее. Что у них было с этим? И, судя по стиху 4-му, у этих народов, изгоняемых, порабощаемых евреями, не все было в порядке в этом отношении. Потому что что-то в их жизни вызвало гнев Божий. Вы придете и овладеете их страной не потому, что вы правы и праведны. «Господь, ваш Бог, отдает вам их землю, потому что эти народы виновны для того, чтобы исполнить клятву, которую он дал вашим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову. Знаете же, что Господь, ваш Бог, отдает вам во владение эту прекрасную страну. Незаправедность вашу нет, ведь вы народ упрямый». Вот написано это в книге, созданной евреями для евреев. Вот так вот. Но в этой книге, книге еврейской для евреев же и написанной, в этом есть такая здоровая самокритика, реалистичное отношение к себе своим плюсом и минусом. И тут описывается то, что, видите, вы народ и неправедный, и неправый, и упрямый. Но почему же Бог вам это все дает? Ну вот потому, что, во-первых, народы, которых вы завоевываете, они в чем-то виноваты. Во-вторых, Бог верен своей клятве, обещанию, которое он однажды дал вашим праотцам. И вот сегодня он готов это обещание исполнить. И готов Бог, и готов вы, и готовы те, чья мера беззакония, видимо, каких-то границ достигла, а именно покоряемые, сгоняемые со своих мест народы. Помните и не забывайте, как вы гневили Господа вашего Бога в пустыне. Со дня вашего ухода из Египта до прихода сюда вы все время бунтовали против Господа. Вы прогневали Господа у Харива, так что он в ярости хотел вас уничтожить. Описывается история исхода как история не только лишь торжества Бога и его власти над стихиями, над войском фараона, над душой фараона, над всем мирозданием. Описывается исход как момент, где торжествует дурной характер еврея. Непокорность, неверность, неправедность – все это постоянно сопровождало события исхода. А именно на самой горе Синай, в самом важном акте, когда завет, договор заключается между Богом и Израилем, вы и тут действуете ужасным образом. Ну вот, например, с чем это можно сравнить. Помните, в книге пророка Усии описывается отношение Израиля и Бога как отношение жены и мужа. Так вот, получается, что раз Бог – это муж, Израиль – это жена, получается, что событие на Синай – это есть какое-то, понимаете, какое-то бракосочетание, или венчание, или, не знаю, или посещение ЗАГСа, какой-то договор между супругом и супругой и тут на Синае, на Харибе заключается. И вот, как мы помним, пока был Моисей там, сам Израиль себе сделал заготово тельца и начинает ему поклоняться. Как это можно сравнить? Чем это можно сравнить? Пометуя о нашей метафоре отношения Бога и евреев как отношения мужа и жены. А вот так, допустим, жена отходит и с кем-то целуется за колонной храма, там или где-нибудь в переходе в ЗАГС, с каким-то другим мужчиной. Даже в начале этого брака поведение Израиля жены было порочное и неблаговидное. Такой ты, Израиль. В сердцевине всего нашего договора, наших всех отношений, ты вел себя как порочная, блудящая женщина. Поднявшись на гору, чтобы взять каменные плиты, плиты того договора, который заключил Господь с вами, я провел на горе срок дней и срок ночей, не ел и не пил. Моисей на высоте. Он поднялся, он общается с Богом, он постится, ничего не ест и ничего не пьет. «И Господь дал мне две каменные плиты, на них были начерствованы перстом Божьим все то, что Господь сказал вам из огня на горе в день собрания всей общины. Прошло срок дней и срок ночей, и Господь дал мне две каменные скрижали договора. И Господь мне сказал, «Поторопись, спускайся, негодным стал твой народ, выведенный тобою из Египта, как быстро они свернулись с того пути, на которой я их настаивал. Они сделали себе литую статую». Прошло всего лишь очень немного времени с выхода из Египта. Прошло всего лишь 50 дней. Это же Пятьдесятница, дарование закона. И вот тут проходит еще 40 дней, когда Моисей был на горе. И вот тут, понимаете, оказывается, что они уже отпали, уже себе сделали статую литую и уже нарушают целый ряд Божьих законов. Господь сказал мне, «Я вижу, что это народ упрямый. Не держивай меня, я их уничтожу, сотру их имя под небесами. От тебя, о Моисею, это слава Богу Моисею, я произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее». Ну вот так вот. Гнев Бога такой, мера, что готов уничтожить спасенный им из Египта народ, чтобы из Моисея создать новое племя, правильное, доброе, имеющее, более мягкий и какой-то устойчивый, верный каким-то принципам характер. Я повернулся и стал спускаться с горы. Гора палала огнем в руках, у меня были две каменные скрижали договора. И я увидел, что вы их правду согрешили против Господа вашего Бога. Сдергали себе литую статую тельца. Быстро вы свернулись с того пути, на который вас Господь наставил. Моисей как будто бы восклицает. Тогда я бросил обе таблички на землю, разбил их у вас на глазах. Контракт разорван. Договора не будет. Завета не будет, потому что вы в момент бракосочетания с кем-то начали целоваться. Потом я снова простелся пред Господом, опять не ел и не пил сорок дней и сорок ночей из-за греха, который вы совершили, сотворив дело ненавистное Господу и прогневав его. Страшным не было, ведь Господь в гневе и ярости собирался уничтожить вас, но он послушал меня и на этот раз. Моисей – учитель, Моисей – пророк, Моисей – спаситель, Моисей еще и ходатый, молитвенник за свой народ, и Господь слушает и слышит просьбы своих угодников, своих друзей, которые на высоте свое служение проводят. Господь сильно прогневался на Аарона и хотел его уничтожить, но я тогда же просил и за Аарона. Напомним, что Аарон – это есть брат Моисея, первосвященник, который должен был заниматься, по идее, сохранением внепорочности того, как нужно Богу служить и ему угождать. Но Аарон тоже ведет себя самым каким-то невысоким, самым позорным образом. «А ваш грех, тельца, которого вы сделали, я сжег, измельчил, растолок, растер в пыль и бросил эту пыль в ручей, текущей с горы. Вогнивели Господа и в Тавере, и в Моисе, и в Кеврот-Хатаеве». Это какие-то места, которые были на пути из Синая в Заирдание, там тоже были эти самые эксцессы, когда Израиль показывал свою непокорность, неправоту и неправедность. Когда Господь велел нам выступить в поход из Кадиш-Барнея, когда Он сказал, «Идите и владейте страной, которую я вам отдаю», вы и тогда ослушались Господа, вашего Бога, не поверили Ему и не вняли Ему. Но это история, о которой мы уже говорили много раз, так называемый страх у Кадиш-Барнея, когда отправляются лазучки, разведчики в Ханаан, которые возвращаются с двумя новостями, хороший и плохой. Хорошая новость была такова, что тамошняя земля, она изобильна, богата и плодородна. Там все хорошо растет, и там много всего хорошего. Новость же плохая была в том, что там уже есть местные жители. Они могучие, они цивилизованные, они имеют города, они умеют и любят воевать. Нам страшно. Этот страх тоже ставится в вину Израилю. Страх выражает неверие, отсутствие веры в Бога. Все то время, когда я вас знаю, вы, Господа, не слушались. Я пал тогда, низ пред Господом, лежал, простервшись пред ним сорок дней, сорок ночей, ведь он сказал, что хочет вас уничтожить. Я умолял Господа. Вот умоляет Моисей. Ниже дана молитва Моисея, где нам важно, на что Моисей указывает, прося о милости и о прощении Бога. Что Моисей Богу показывает, чтобы сменить его гнев на милость и снисхождение. Итак, вот эта молитва. Господь Бог, не губи свой народ, достояние свое. Ты освободил их своею великой властью, рукою сильную, вывел их из Египта. Ну вот, давайте разберем этот стих, 26 стих главы 9. Почему не надо губить Израиль? Ну, первое обоснование. Это твое. Твое достояние, твоя собственность, твое владение. Не надо портить того, что твое. Вот хорошая, хорошая мотивация. Бог, пожалей, мы же твои. Или Бог, помилуй меня, я же твой. Так можно нам в наших молитвах обращаться к Богу, прося, чтобы гнев Божий нас бы не посетил, ни нас, ни наши семьи. Итак, это твое, о Боже, не губи свое племя. Дальше. Ты освободил их свою рукою из Египта. И так далее. То есть, как это можно перефразировать? Ты уже и так много сделал. Ты сделал уже половину всего этого дела. Зачем бросать? Закончи до конца. Дай им шанс, прости их, доведи их до Ханаана, исполни твое обещание. И об этом ниже мы читаем. 27 стих. Вспомни же своих рабов Авраама, Исаака и Якова. Не смотри на упрямство этого народа, на его вину и на его грехи. Значит, какая мотивация? Не губи их, потому что они потомки тех, кто был на высоте или тех, кто был тебе дорог. Это вот працы Авраам, Исаак и Яков. Из-за клятвы или обещания, данные тобой этим людям, ты нас или наших помидуй, прости, пожалуйста. А иначе в той стране, откуда ты нас вывел, скажут, Господь не мог привезти их в землю, которую обещал им. Он их ненавидел, и он увел их в пустыню, чтобы там погубить. Еще одно очень такое тонкое замечание Моисея, очень тонкий аргумент, имеющий своей целью смирить гнев Бога, вызвав в Боге в его сердце жалость, нисхождение и милосердие. Итак, о чем Моисея тут говорит? А что подумают о тебе после всего этого, твоего акта возмездия, египтяне, фараон? Как они поймут для себя, для своего какого-то мировоззрения твои поступки, твое поведение? Они поймут так, что ты на самом деле евреев ненавидишь, и ты Бог коварный, и ты спас, спас в кавычках их из плена, чтобы погубить их в пустыне, чтобы уничтожить их у горы Сина и у горы Хорьев. Это вот разве тебе надо такая репутация? Нет, нет и нет. Так вот, ради правильного мнения о тебе, как о Боге милосердном и добром, и не коварном, помилуй нас здесь тоже. Вот об этом говорит Моисей в своей молитве, в своем ходатайстве. Итак, о чем он еще раз Богу говорит? Первое, не губи это твое. Второе, ты много уже сделал, закончил до конца. Третье, мы же потомки тех, кто тебе был очень дорог, Авраам, Исаак, Иаков. И четвертое, что подумают о тебе хананеи, египтяне, после нашего общего уничтожения? Они подумают, что ты Бог коварный и Бог, в котором больше зла, что ли, либо мести, нежели любви и милосердия. Ведь они, заканчивается молитва, твой народ, твое достояние, ты вивыл их своей великой силой, рукою простертой. Вот оканчивается этим глава девятая, и в главе этой мы слышали рассуждение о том, что Бог спасает народ, дает ему землю, но у этого народа не совсем правильное сердце. В этом сердце есть непокорность, неправедность, неправость, и в этом сердце есть упрямство, и, пожалуй, даже Богу, даже великим чудесам, чудесам в Египте во время исхода не изменить дурные черты этого характера. И всем этим характером обусловлены последующие бедствия Израиля. Завоевание, плен и лишение своей земли. Дорогие друзья, глава девятая закончена. Спасибо за внимание. Портал экзоге.ру Петербург. Всего хорошего. Продолжение следует...